Всем привет! Меня зовут Ольга и вы на канале Швейный Советник. В этом видео я опять шью футболку. Передо мной стояла задача сшить футболку хорошего качества без использования распошивальной машины. Вон любимая распошивалка в чехле стоит, чтобы руки к ней не потянулись. А в пошиве этой футболки я использую в основном оверлок и в некоторых операциях швейную машину. На швейной машине я стачивала обтачку в кольцо и пришивала киперную ленту на горловину. Все остальные операции выполнены только с помощью оверлока. Я обещала своим подписчикам показать такую технологию, что, собственно говоря, и сделаю. Итак, поехали! Шить футболки я буду из кулирной глади или, как еще говорят, кулирка. Как раз приехал мой заказ с сайта Сьюин Лав. В этот раз я заказала побольше. Я сделала прошлую покупку. Убедилась, что работают оперативно ткани хорошего качества. Поэтому в этот раз, видите, моя покупка значительно больше. Но это, как всегда, описание заказа. Небольшое приветствие, что тоже очень приятно. Также в этот раз мне положили образцы. Но сейчас я на них останавливаться не буду. Если интересно, напишите в комментариях. Я сделаю подробный разбор этих образцов. Покажу, что за ткани есть на сайте. Я, честно говоря, сама еще их не смотрела. Очень мне любопытно. Я так понимаю, что это их основной ассортимент. Кстати, правильный подход, потому что не все знают, что за качество, как называется ткань. Возможно, я для себя найду что-то новое в их ассортименте. Расскажу. Я покупаю кулирную гладь качество пенье. Состав у нее хлопок эластан. Обычно в таких тканях 95% хлопка, 5% эластана. Эластан что нам дает? Он нам дает растяжимость и упругость. То есть после растяжения ткань возвращается к своему первоначальному виду. А значит, она будет носиться лучше и не будет деформироваться при носке. Здесь у меня несколько отрезов. Плотность у этих кулирок разная. Есть потоньше. Это где-то 170-180 грамм на метр. Есть поплотнее. Это где-то 200-210 грамм на метр. Помимо кулиров я заказала футер с начесом. Понятно, что зима. Хочется утепляться. И к этому футеру заказала небольшой кусочек кашкарсе на манжеты, подвязы и отделку. Проект под эту ткань уже есть. Подписывайтесь на колокольчик, чтобы не пропустить видео по пошиву утепленных мужских вещей. На сайте Сьюэн Лав гости и подписчики моего канала могут приобретать ткани со скидкой. Причем эта скидка действует на весь ассортимент тканей и фурнитуры. Под видео в описании вы найдете ссылку на этот сайт и по промокоду советник. Этот промокод вводится при оформлении заказа. Вы можете сделать более выгодную покупку. Что нам потребуется для шитья футболки? Конечно же выкройка. Выкройку можно построить самостоятельно. Выкройку можно найти на сайтах с готовыми выкройками. Я в этот раз буду использовать выкройку с сайта Вики Сью. Мне понравилось, что там на рост выкройка сделана, на определенный. То есть мне не придется менять выкройку, как-то ее укорачивать или удлинять. Она уже рассчитана на нужный мне рост. Эти футболки я видела и на сайте Изи Сью. Там два варианта. Облегающая футболка, рассчитанная на ткань с растяжимостью. И свободная футболка. Переходите, смотрите, выбирайте то, что вам понравится. Нам потребуется кулирная гладь или кулирка. У меня это кулирка качества пенье плотностью около 200 грамм на метр. Я кулирки перед раскроем не стираю. Я декотирую просто парогенератором, хорошенько прохожу ее с паром. Потребуется небольшой кусочек 25-30 см киперной ленты для того, чтобы закрыть шов горловины. И плечевые швы на этой белой футболке я буду укреплять силиконовой ленточкой. Два слова скажу о киперной ленте. Ее часто путают с репсовой лентой. Это совершенно разные вещи. Репсовая лента у нее прямое переплетение нитей. У киперной ленты нити идут под углом 45 градусов. Если присмотреться, то нити сходятся в середине киперной ленты. Они идут вот как будто елочкой. Что нам это дает? Это нам дает пластичность. То есть киперную ленту мы можем спокойно с помощью утюга выложить по форме горловины. А значит она нам горловину затягивать не будет. С репсовой лентой этот фокус не проходит. Репсовая лента ВТО не поддается. Поэтому для обработки горловины она нам не подходит. Мне в этот раз попалась киперная лента с такой вот отделкой люрекса. Но я ее покупала не в интернет-магазине. Я ее покупала в обычном магазине. Поэтому у меня была возможность попробовать, что поверхность гладкая и колодца, вот эта люрексовая ниточка, не будет. Вот так выглядит симпатично. Для женской футболки, которую я буду шить, просто замечательный вариант. Кулирная гладь идет не чулком, как мы это видели в термополотне. Она идет обычной тканью. Ширина у нее хорошая, 180 сантиметров. Сейчас я отправляюсь на утюг, я ее отдекотирую. И затем мы с вами приступим к раскрою. Кулирная гладь – это трикотажное полотно. У нее есть направление петельных столбиков, то есть направление, в котором ее вязали на машинах. Как таковой долевой нить здесь нет. Но петельные столбики у нас, естественно, идут параллельно кромке. При декотировке, если вы так же, как я, не будете стирать, а будете декотировать паром, значит, при декотировке мы должны утюгом двигаться по направлению петельных столбиков. То есть мы парим в одном направлении. Не вот так, поперек петельных столбиков, потому что так у нас возникнут заломы, замины, и ткань вытянется под действием пара. А именно мы двигаемся по направлению петельных столбиков. Например, вы выбираете сверху вниз и проходите весь участок ткани, которая у вас лежит на кладильной доске, именно в этом направлении. Затем ткань перекладываете и проделываете ту же операцию на другом участке. При такой ширине полотна на футболку нам достаточно будет одной длины. Вот у меня лежит выкройка, и здесь у меня ткани 70 см. Я сначала купила выкройку, распечатывала ее, замерила длину от высшей плечевой точки до низа изделия, и потом уже заказывала необходимое количество ткани. Можно также поступить по-другому. Можно определить длину изделия, заказать необходимое количество ткани, и потом уже имеющуюся выкройку по длине подогнать под тот размер, который вам нужен. Я согнула ткань с одного края вдвое. Кромка укулирки слайкеры обычно закручивается, поэтому я ее расправляю и прижимаю вот такой длинной линейкой. Саму кромку вкрой брать не нужно, потому что она, как правило, обработана каким-то более плотным составом, и в изделии она будет грубая. Сгиб детали укладываем к сгибу ткани, чем-нибудь ее прижимаем и вырезаем по контуру. На крое не забываем перенести рассечки, которые имеются на выкройке. Там, где у нас на выкройке есть отметки, вот помечу поярче, рассекаю по отметке оба слоя ткани вместе с выкройкой. Длина рассечки 2-3 мм. Рассечки нам нужны, чтобы безошибочно стачать детали. В процессе работы мы просто совмещаем детали по рассечкам и стачиваем. Также на полочке не забудьте перенести рассечку на пройме. Она нам нужна для правильного размещения рукава. Вот так выглядит рассечка. Просто чуть надсеченный припуск. На рукаве обычно мы видим 2 рассечки. Одна из них соответствует положению плечевого шва. Вторая находится на стороне полочки. При раскрое рукава не забываем эти рассечки перенести на крой. Также ставьте рассечки по сгибу подгибки. Вам проще будет по рассечкам эту подгибку ровно приутюжить. Краим как можно более экономно, потому что остатки этой кулерки мы с вами можем пустить куда? Правильно, на пошив белья. Поэтому чем экономнее раскраим, тем больше останется тканей для того, чтобы сшить очередные симпатичные трусишки. Все необходимые детали выкроены. Полочка со сгибом, спинка со сгибом, две детали рукава. Обтачку я обычно краю после примерки, когда уточняю глубину горловины. Первым делом идем на утюг и приутюживаем подгибку низа рукавов и подгибку низа изделия. При заутюживании подгибки ориентироваться я буду на поставленные рассечки. Смотрите небольшую фишечку. Саму выкройку, если она у вас напечатана на достаточно плотной бумаге, мы можем использовать как шаблон для заутюжки. То есть вот я выкройку подкладываю к рассечкам и затем просто по выкройке делаю подгибку и приутюживаю. Так как я шью это изделие только на оверлоке и подгибку низа я буду делать швом флетлок, я сначала заутюжила подгибку наизнанку, а затем на лицо. И в таком виде пока оставим и будем стачивать основные швы. Таким образом подгибку нужно заутюжить по низу рукавов, по низу полочки и по низу спинки. Для дальнейшего выполнения шва флетлок нам очень важно, чтобы подгибка была приутюжена точно. У меня подгибка 2 см и я проверяю, чтобы у меня на всех срезах точно было заложено, заутюжено 2 см. Собирать изделие начнем с плечевых швов. Совмещаем детали, уравниваем срезы, фиксируем булавками. Стачивать буду 4-х ниточным швом на оверлоке, одновременно прокладывая в шов стабилизирующую силиконовую ленту. Для того, чтобы это сделать ровно, потребуется устройство для пришивания тесьмы и резинки. Подробно, как пользоваться этим устройством, есть видео на канале, ссылочку я прикреплю в описании. Скалываем детали так, чтобы булавки у нас в зону действия ножа не попадали. Я их располагаю достаточно далеко от среза и вот так скалываю несколько раз. Так, мне кажется, детали удерживаются ровнее. Для шитья футболки только на оверлоке, помимо золотых рук и зорких глаз, нам потребуется еще два вот таких приспособления. Отдельное видео на канале есть, что это такое, как пользоваться и самое главное, как настраивать. Ссылку на это видео я прикреплю в описании. В этом мастер-классе я подробно о них рассказывать не буду, иначе у меня опять получится бразильский сериал «Минут на 40». Прежде чем шить основное изделие, берем обрезки и настраиваем себе строчку. Это у меня двухугольная строчка. Здесь самое главное, чтобы переплетение нити шло строго по срезу тканей. Также обращайте внимание, чтобы на данной строчке у вас здесь петельки не торчали. А также при очень большой ширине обрезки ткань в шве сворачивается. То есть регулируем ширину обрезки так, чтобы у нас все было ровненько. Также тестируем устройство для пришивания тесьмы резинки, чтобы у нас пришивалась тесьма так, как нужно, и при обрезке тесьма не срезалась. Как это делается, на что обратить внимание, что делать, если нож все-таки срезает тесьму, все это есть в отдельном видео. Ссылочку я прикреплю в описании. Помимо силиконовой тесьмы, плечевые срезы мы можем укрепить тонкой киперной лентой. Такой способ укрепления с помощью тонкой киперной ленты я показываю в видео по шитью мужской футболки. Ссылку на это видео я также прикреплю в описании. Это у нас кулейка с эластаном, ткань, которая склонна к закручиванию срезов. И достаточно сложно начинать строчку, потому что под лапкой срезы закручиваются, и оверлок нам их заминает. Смотрите, что я попробовала сделать. Хорошо получилось. Вот у меня клеевая паутинка, лента. Отрезаем буквально 0,4-0,5. Вот такой маленький кусочек. И укладываем этот кусочек паутинки на припуск. То есть, получается, мы склеиваем с вами начало шва и конец шва. Для особо капризных тканей можно вот здесь еще посередине прихватить. То есть, укладываем туда эту клеевую паутинку и прижимаем утюжком. Все, даже никакие булавки нам не понадобятся. Детали у нас будут закреплены. Клеевая паутинка, использованная малюсенькими кусочками, никакой особой жесткости срезу нам не придаст. Плюс у нас сверху пройдет шов. То есть, абсолютно она затеряется, исчезнет. На качестве изделия никак она не скажется. У меня на машине установлено устройство для пришивания тесьмы или резинки. Будем стачивать плечевые срезы и одновременно укреплять их тесьмой. Шов я буду прокладывать со стороны спинки. Срез ткани я веду по краю пластины. И не обрывая строчки, сразу подкладываю второй плечевой срез. Можно сказать, что самую ювелирную операцию мы с вами выполнили. Вот так должно получиться. То есть, строчка по силиконовой тесьме не плавает. Срезы все находятся внутри шва. Теперь при пуске швов заутюживаем на спинку. Изделие укладываем лицом к себе. Это спинка, это полочка. Осноровили остатки тесьмы у плечевого среза. И теперь вкалываем рукава. Совмещаем рукава с проймой по рассечкам. Вот рассечка на месте плечевого шва. Ее мы совмещаем с плечевым швом. Вот рассечка на передней части рукава. Ее мы совмещаем с рассечкой на полочке. Рукава в футболках беспосадочные. Даже если у них достаточно высокий окат, посадка там не предусмотрена. То есть, длина проймы и длина оката рукава в футболках у нас совпадают. Втачиваем рукава четырехниточным швом. На оверлок я установила кромконаправитель. Ограничительную пластину выставила по краю игольной пластины оверлока. Иголку в начале шва можно убрать. Здесь слои склеены. Видите, они не скручиваются, они никуда у нас не убегут. Оверлок нам их не собьет. Край ткани укладываем по ограничительной пластине и прокладываем строчку. С помощью кромконаправителя строчку выполнять намного проще. Уравняли срезы, направили их. Рукава втачали. Получившиеся швы приутюживаем на ребро и убираем волну. Таким же образом стачиваем единой строчкой боковые швы и нижние швы рукавов. Швы втачивание рукава раскладываем в разные стороны. Совмещаем швы по отметкам и стачиваем. Когда по основным швам изделия собрали, необходимо сделать примерку для того, чтобы уточнить глубину горловины. У меня по пожеланиям клиента горловину пришлось углубить по линии середины переда на 1,5 см. Я это сделала на изделии и все изменения внесла в выкройку. Тонкая линия это то, что было напечатано. Карандашная линия это линия горловины уже после изменения. Во-первых, эта выкройка останется для следующих изделий. Во-вторых, длину обтачки удобнее будет рассчитывать, измеряя линию именно по выкройке, а не по изделию. По предварительно сделанной заутюжке подгибку низа изделия и подгибку низа рукавов возвращаем на место и подкалываем булавками. Оверлок перестраиваем на шов флэтлок. На оверлоке опускаем верхний нож, нижний нож придвигаем в крайне левое положение, то есть максимально близко к оверлоку. Убираем правую иглу, натяжение нити выставляем на игле единица, на верхнем петлителе 5, на нижнем петлителе 7. Подробно обо всех этих настройках я рассказываю в отдельном видео. Ссылочку прикреплю в описании. Устанавливаем ограничитель кромка направителя по отметке ножа. Устанавливаем оптимальную густоту шва, то есть под каждую конкретную ткань шов флэтлок настраивается отдельно. Густоту шва мы настраиваем с помощью регулятора длины стежка. Я подобрала себе длину стежка 2,5. Мне вот именно такой застил на данной ткани понравился больше всего. Там, где у нас находятся боковые швы, нам необходимо припуски этих швов разложить по разные стороны, для того, чтобы снизить толщину. Сгиб подгибки укладываем вплотную к ограничителю и прокладываем строчку. Когда проходим утолщение, под пятку лапки оверлока желательно что-то подложить. Я использую ту же ткань, сложенную в 4 раза. Это нам позволит выровнять трамплин и оверлок нам не собьет строчку, а именно равномерность стежков, когда мы будем переходить через боковой шов. Замыкая шов в кольцо, заходим на начало шва на 1,5-2 см. Поднимаем лапку, разворачиваем изделие и выходим со строчки. Вот видите, на утолщениях практически строчку нам оверлок не сбил. Стежки идут равномерно. А значит и протяжки по лицу также у нас будут равномерны. Теперь мы разворачиваем шов, то есть растягиваем его просто в разные стороны. Все расправляем и приутюживаем. Таким же образом подшиваем рукава. Концы оверлочных строчек прячем в шов. Получившиеся швы приутюживаем. Вот такая подгибка низа получается. Из-за того, что использовали кромконаправитель, у нас получились протяжки на одинаковом расстоянии друг от друга. И они имеют одинаковую высоту. То есть шов выглядит аккуратным и достаточно профессиональным. Нам осталось обработать горловину. Напомню, я углубляла горловину. Значит, относительно исходной выкройки длина горловины у меня изменилась. В выкройку я внесла все необходимые изменения и измерила новую линию, по которой я буду пришивать обтачку. Для моего размера и с моими изменениями длина линии втачивания на полочке 14,7, на спинке 9,8. Складываем эти значения вместе, умножаем на 2, получаем общую длину горловины. И здесь я рассчитала два варианта. Первый вариант я убрала 15%, получила 41,6. Второй вариант убрала 20%, получила 39,2. Эта кулирка достаточно эластичная. Если убрать 10%, она все-таки будет топорчиться. 20% я боюсь, что она будет стягивать. Это нужно сейчас еще растяжимость померить, подумать, стоит ли использовать это значение. Но чаще всего, когда я обрабатываю горловину той же тканью, из которой футболка, если это кулирка с эластаном, то я использую 15% растяжимости. То есть я должна от 49% убрать эти 15%. В выкройке обтачка есть. Для моего размера ее длина составляет 40,5 см. То есть я эту готовую выкройку при раскрое просто удлиню на 1 см. Мне больше нравится краить обтачки именно по лекалу бумажному. Так они получаются ровнее. Вот моя обтачка. Плоско она не лежит, потому что я уже сделала ей ВТО. Когда у нас обтачка еще в виде полосы, мы ее приутюживаем пополам и придаем слегка скругленную форму. Вот я ее булавками сколола, чтобы она не выкручивалась. Видите, слегка скругленная форма. И теперь эту обтачку стачиваем в кольцо. Я обычно пользуюсь прямой строчкой швейной машины для того, чтобы избежать толщины вот по этому срезу. Дальше все как обычно. Чтобы обтачку пришить равномерно, я ее обычно делю на 4 части. Можно пользоваться любым другим удобным для вас способом. Единственное, что в случае этой кулирки я бы не стала делать рассечки. Просечкам она будет заворачиваться. И конкретно для горловины это будет не очень удобно пришивать. Поэтому я воспользуюсь просто разметкой. Футболку я вывернула наизнанку. От левого плечевого шва в сторону спинки отступила 2,5 см. И относительно этой отметки мне нужно разделить горловину на 4 части. Делим всю горловину. Не надо делить отдельно спинку, отдельно полочку. Иначе обтачка пришьется неправильно. Когда уравниваете срезы горловины, старайтесь их не растягивать. Разделили горловину пополам. И теперь половинки делим еще пополам. Предвосхищаю вопрос, чем это я тут рисую на ткани. Да, это обычная шариковая ручка с терморазрушающейся пастой. На кусочке я проверила, полностью исчезает после воздействия утюга. Поэтому я так достаточно смело рисую на белой ткани с синей шариковой ручкой. Это относится только к ручкам с терморазрушающейся пастой. Обычную шариковую ручку использовать нельзя. Нашу первую отметку совмещаем со швом на обтачке. И затем совмещаем все отметки по кругу. Обтачку я прикладываю к лицу изделия. То есть я ее сейчас вкладываю в футболку. Так пришивать будет удобнее. Благодаря тому, что на предварительном этапе было сделано ВТО. И слегка оттянули срез. Разница между срезами не очень большая. Притачивать будет достаточно просто. Не придется сильно растягивать обтачку. Потому что для этого вида ткани, чем сильнее натягиваешь, тем больше она скручивается. Настройки оверлока вернула на 4-х ниточный шов. То есть подняла нижний нож. Настроила ширину обрезки. Натяжение нити выставила на левой игле 3, на правой игле 4. Верхний петлитель 4. Нижний петлитель 4. Кромка направителя оставила. Ограничитель кромка направителя поставила за отметкой ножа, где-то в миллиметре. Шов буду вести по обтачке. Следим, чтобы при прокладывании строчки мы сбоку видели все три среза. Чтобы у нас какой-нибудь внутренний слой не убежал. Иначе на том месте будет дырка. И придется все переделывать. Продвигаемся небольшими участками, тщательно выравнивая срезы. Замкнули строчку в кольцо. Поднимаем лапку. Изделие разворачиваем. И выходим. Естественно, получившуюся цепочку вставляем в иголку с большим ушком и прячем между слоями ткани. Вот такая получилась строчка. Ровно, аккуратно, ничего не зажевано. Даже то, что края ткани подворачивались, в общем-то, здесь не помешало. Шов получился качественный. И теперь отворачиваем обтачку и шов приутюживаем на изделие. Изделие наше фактически готово. То есть вот такую горловину, ее можно оставить. Носится это все нормально. Шов шеи не раздражает. Но для того, чтобы украсить и закрыть этот шов, я буду использовать обработку киперной лентой. У меня вот такая красивая декоративная футболка у меня для девушки. Поэтому подобная киперка будет смотреться очень даже кстати. Киперную ленту к притачиванию в горловину надо подготовить. То есть идем на утюг и с помощью утюга придаем ей слегка изогнутую форму. Благодаря своему плетению она очень легко выутюживается. В таком виде нам будет ее притачивать проще и она не затянет горловину. В горловину укладываем плоско. То есть мы опять обтачку горловины разворачиваем на изделие. Вот здесь у нас находится плечевой шов. Чтобы не начинать с толщины, я киперную ленту начинаю пришивать, не доходя 5-6 мм до плечевого шва. И также заканчиваю ее пришивать, переходя через плечевой шов. То есть закончу вот здесь. У киперной ленты подгибаем кончик и вогнутой стороной укладываем ее к отметке. Первой строчкой притачиваем киперную ленту только к припуску. Фактически мы должны срезом киперной ленты на миллиметр перекрывать строчку левой иглы. И прокладываем прямую строчку по киперной ленте на 1 мм от края. Горловину, естественно, мы не растягиваем. Киперную ленту держим в таком напряженном состоянии, чтобы она у нас не провисала. Двигаемся небольшими участками, полностью контролируя все свои движения. Не доходя где-то 1,5-2 см до плечевого шва, мы уже видим по отметкам, какая длина киперки нам потребуется. Где-то еще там сантиметрик прибавляем и излишки срезаем. Кончик подгибаем и киперку укладываем к отметке. Как-нибудь ее здесь поровнее, чтобы слои друг относительно друга не выходили. И заканчиваем притачивать. Проверяем, чтобы ширина от строчки с лица была везде одинаковая. Для этого можно вот так сложить и проверить. Да, все замечательно, все одинаково. Вот теперь изделие закончено полностью. Футболочку мы дошили. Получилась она весьма приличного качества. Во всяком случае, она не выглядит самостроком на коленке. Очень похожа на изделие фабричного производства. Если это видео вам понравилось и оно было для вас полезным, ставьте лайки, подпишитесь на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. Вы же видели, какая кипа ткани ко мне приехала с сайта See you in love. Все будем шить и все будем снимать. С вами была Ольга. Всем ровных строчек и до новых встреч. Пока-пока.